Радио Энерджи подарит тебе 1 миллион рублей. Только одно условие. Говори правду. Детектор правды. Эпизод второй. Сегодня за 1 миллион рублей, за 1 миллион рублей, в первую очередь за деньгами, пришел очередной участник нашего уникального реалити-шоу «Детектор правды» на Радио Энерджи Анна Ляш из Москвы. Она на данный момент домохозяйка, а некогда работала менеджером в интернет-магазине. Она имеет высшее экономическое образование, поэтому зачем дома сидеть? Так с сочла Анна. Конечно, за деньгами. Привет, Анечка. У вас мешок есть? Привет. Мешок, да, у меня маленький такой мешочек. Ну, не мало ли, там много денег. Ну что, от пакетов нету, что ли? У нее высшее экономическое, с ней про деньги лучше не шутить. Ты занималась сексом втроем, чтобы был второй мужчина? Да. Мы просили жести, господа. Да. Да? Заранее ведущих не берем? Какой? Подожди, мы ответ получили, представляешь? Да. Офигеть, нормально. Правда? Да ты что? Когда это было? В безумной молодости или уже в такой рациональной зрелости? Нет, в безумной молодости. Катюха в шоке, твоя подружка. Смотри, сиди. Я тот же самый вопрос хотела задать. Серьезно? А у тебя было? Нет. А хочется? Хочется. Подожди, а ты не могла себе позволить задать такой вопрос ей без детектора? То есть ты не уверена, что ты получила бы ответ? Разговор не заходил. А, разговор не заходил. Значит, вот, ну понятно, есть какие-то интимные вещи, которые даже близкие подруги не обсуждают. Вы удивитесь, что в Москве это, ну, то есть или в мире вообще, то есть не такая уж большая редкость. Мы с уважением относимся к вашему опыту, всякого плана, но это не значит, что все должны его получить в Москве. Не, ну, чтобы мы все не сидели, как будто сись выйти и тут. Ты болела венерическими заболеваниями? Да. Зараный березчик не берет? Здесь все буквально. Мы уже получили ответ. Тихо, не сбивайте. Все, пошла правда, самое жесткое. Правда? Ну, тут уже даже не надо было. Я даже не буду спрашивать. Нет, что жест, ты знаешь, я слышал, что есть такая, ну, то есть такая вещь, которая у женщин бывает, то есть от рождения. Он там есть, он дома... Это называется невенерическое заболевание. Он латентный, то есть он сидит и не проявляет себя. Есть еще такое, как места общего пользования. Бассейн. Конечно. Прыгнул в бассейн, вещал уже не чистый. Вот девушка второй раз замужем, уже отмазанная, на все готовая, понимаешь? Причем такие убийства, ты не поспоришь вообще. Это же правда, вы же знаете. Читайте побольше в интернете, что там творится. Ты смогла бы отказаться от своего мужа, от Ивана, в обмен на миллион долларов, да или нет? Задание ведущих. Тащим в студию. Да? А можно узнать, что за задание? Не, ну если узнаю, значит... Либо вопрос, либо задание. Не торгуйся. Ну, давайте задание. Задание ведущих или ответ? Да, нет, задание ведущих. Ну, потому что, честно сказать, вроде бы нет, а вдруг, блин... Ну, счет-то хороший. Какой? Двадцать два, два. Ну, задание ведущих. Дайте черный ящик, пожалуйста, оттуда. У нас в черном ящике лежит... А ты когда-нибудь съела глаза змеи? Нет. А ты когда-нибудь пила кровь страуса? Нет. А ты когда-нибудь... Ну, это в эфире нельзя говорить. Ну, а что там? Хорошо. Тогда сейчас задание ведущих. Ты любишь сладкое? Ой, я уронила. Поднимите, пожалуйста. Любишь? Да. Твоя задача сейчас есть пирожное с горчицей. Мы провели исследование, и нам сказали, что это достаточно жесткое задание, потому что горчица вот самая острая, которую мы нашли. В общем, она в одно место сейчас убежала. Гадость. Ой, фу, так пахнет. Ой, блин, ты что. Еще если учиться, горчицу я не люблю вообще. Горчицу ты не любишь и боишься ее? Ну, бояться ее не боюсь. У тебя нет фобии горчицы? Морозово. Ну, значит, мы ее не будем вызывать 0,3, мы только... На шоколадную пироженку, печеньку, она выбрала вот это вот. Нет, ну, извините, у нас один миллион рублей на кону. Ты будешь есть или я отвечаю? Да я буду есть, конечно. А вопрос-то был. Смогла бы ты отказаться от своего мужа в обмен на миллион долларов? Не стану отвечать, я вам сказала, Анна. А прямо сейчас подносим карту. Ну, а что делать-то? Отдать оператору, который я сейчас снимаю. Целиком, быстренько. Какой кошмар. Анна Ляш ест шоколадное пирожное с горчицей. С горчицей, конечно. Это правильно, что я не люблю горчицей. Какой ужас. А все надо съесть или хватит один раз? Целиком, целиком. Какой ужас. Добрые такие ведущие. Пусть калории накапливаются, слишком кученько. Ой, я, разве, на это не могу смотреть. Ну, что ж, подружка наша по... Волно смотреть, волно, волно. Я даже не знаю, что это не ужасно. По счастью и по несчастью. Рассказывай, Катя, пока живет твоя подруга, правильно ли она взяла задание ведущих? Или можно было бы ответить на этот вопрос? Или что-то скрывает от нас участница? Я думаю, правильно взяла. Правильно взяла? Правильно. Не потому, что она боится продать своего мужа за миллион долларов, а боится не разобраться в себе. Да. Ну, хорошо, ладно. Блин, что ты опять... Она до сих пор есть, это я не могу понять. Мне кажется, она попросит добавки. Детектор правды. Эпизод второй. На самом деле, очень интересно было попасть на прямой эфир. Мне очень все понравилось. Идущие вообще, конечно, супер. Мне очень нравится утреннее шоу с ними, но вот тут мне понравилось вообще еще больше. По поводу задания, это на самом деле для меня несложно было съесть горчичку. По поводу вопросов, ну, наверное, таких прям очень страшных вопросов для себя я все-таки издеть не получила. Я думаю, что будут вопросы еще жестче. А так, все, что естественное. Спасибо всем большое.